Всем привет дорогие друзья, с вами яблоковник сервериза и сегодня у нас будет в гостях из Сема. Прежде чем я начну, я бы хотел спросить, пожалуйста, кнопочку лайка и оставить свой комментарий, когда вы досмотрите видос, для того, чтобы немножечко распространить и говорить о рекомендации подать данному видео, если вдруг это получится. Короче, решил я, возможно, если хватит мотивации лупашить по 10 уровням, по крайней мере, начать с десяток и делать свои какие-то мысли, свои гайды по этим танкам, потому что у меня на всех прокачиваемых танках 10 уровня 100% отметки, поэтому я думаю, мне есть что показать, есть что рассказать вам какие-то свои мысли и, возможно, вы тоже потеете там на отметке, или вы просто играете и вам это будет полезно. Поэтому сегодня я хотел бы начать с ИС-7 и также в комментариях пишите, какие бы вы танки хотели увидеть ближайшие видосы, там, следующие, там, поза следующие и так далее. Вот, буду смотреть, буду читать и от этого отталкиваться. Так вот, у нас сегодня ИС-7, да, такая вот легендарная машина, это один из первых топов, даже я бы сказал, это первый топ, я думаю, у большинства из вас это первый топ, потому что, что вы, когда заходите в игру, такие, так, буду сегодня, значит, начинать качать СССР, потому что СССР, вот так вот. И, как бы, смотрите, там, там ИС-7, какие-то танки раньше были, там же не было ни 268-ых, там арта была, тяж, стеха, что-то типа того, 6-2 там, помню, было и так далее. Вот, поэтому мы всегда качали семерочку, Иосифа, Сталина, 7. Вот, давайте быстренько тогда пройдемся по данному Тунчису, что вообще он из себя представляет, модернизация, модули и так далее. Что я рекомендую ставить? То есть, смотрите, что в первую очередь? Есть три варианта сборки, которые бы я советовал. Первое, это закалка, да, досылатель, стабилизатор, то есть, все на стрельбу. И самая, самая простая, которая, скорее всего, вам и нужна, это вот эта вот сборка. То есть, не парящиеся, закалочку поставили, хп-шечки увеличили, гуселька чинится быстро и так далее и тому подобное. Плюс, более-менее комфортно со стабилизатором будет стрелять, потому что на ходу вы будете закидывать вертухи чаще, чем на других танках. Потому что, что? Правильно, дед всем, блин, значит вертуха. Дед всем равно вертуха. Поэтому будете закидывать, и это уже приятненько. Вот, это такая вот сборочка обычная, простая для играбельности в рендоме. Вот, треть метки, 100% метки, на нем не составляет никакого труда взять. Планка супер минимальная на 3, на 100, 4, 400 тоже не особо большая. Опять же, это все суммарка, а не чисто урона. Вторая сборка, которую я бы советовал, это, значит, тот же досыл, тот же стаб и при этом турбач. То есть, это вторая сборка, на которую можно обратить внимание. Это уже такая сборка более для статистов, то есть, да, вы жертвуете закалочкой, вот. Но при этом вы получаете скорость, вы получаете мощность двигателя, вы получаете максималку вперед, максималку назад. Но, назад это, конечно, хорошо, а вот вперед вы будете, ну, вы будете обязательно набирать только сгорки. Поэтому это особо, конечно, плюсы никакого не дает. Но это такая вот сборочка, тоже неплохая. И есть комбинированная сборка, которую я бы вам тоже советовал. Это если вы тоже можете жертвовать стабилизаторами, если вы более-менее хорошо стреляете, умеете ждать и так далее, то вы можете убирать стабилизатор, да, и при этом ставить закалку в слот. Это более сложная сборка, да, она подойдет не всем. То есть, если вы более-менее статисты, да, да, вам пойдет. А если вы обычные 50% там и хуже игрок, то есть средние и ниже, то вам вот самое-самое-самое адекватное это вот эта вот сборочка. Вот, поэтому как бы спокойненько, но при этом мобильности, конечно, будет ему не хватать. Дальше, что я вам показываю по модернизации. Значит, смотрим, что я здесь поставил. К сохранению набранной скорости во время пересечения всех типов местности я поставил, да, то есть жертвам прочности ходовой и скорости поворота ходовой для того, чтобы ехать по разным грунтам и тому подобным с нормальной сохраненной набранной скоростью. Здесь во втором поставил размер на 3%, то есть, опять же, здесь смысла большого нет, там вообще что-то брать, да, то есть этот круг вы уменьшаете сам изначальный, да, но сведение становится хуже. Либо здесь у вас круг больше, но сведение быстрее, то есть, грубо говоря, это одно и то же, блин, рыба не мясо, да, но я поставил круг, обычно так и делаю. Дальше, здесь мы ставим обзор, убираем нафиг и время оглушения, потому что вы знаете прекрасно, что арта долбит, хоть ее сейчас в рандоме в основном 2, либо меньше, редко очень 3, но все равно долбит. Долбит сильно, долбит больно, поэтому это дело нужно. Дальше, максимальная скорость поставил, плюс 4, опять же, поставил максималку, но опять же, оно набирает с горки, с горки, ребят, 64, у вас максималка сейчас, если вы ставите вот так вот, будет 55. Вот, так, подождите секунду, вот так вот мы убираем, смотрите, вот так вот делаем, например, да, 55, но при этом у вас минус 4 максимальной скорости, то есть с горочки вы будете лететь гораздо меньше. Но опять же, он максималку, блин, набирает только с горки, поэтому в этом плане имейте в виду, если вы хотите, блин, лучше стрелять и так далее, быстрее сводиться, то берите вот эту вот, забейте хер на эту скорость, да, будет немножко неприятно, но что поделать, зато отметочки там берете свои и так далее. Вот, но такие вот дела. Дальше, последнее, к запасу прочности, плюс 2%, это сколько получается, там же вообще копейки, да, 60 вам единиц дают, но при этом ухудшается разброс при движении ходовой, отразор, короче, грубо говоря, стабилизация у вас ухудшается, да, и при этом вы добавляете широк хп, то есть особого смысла тоже нет, но опять же, можно на стрельбу все ставить, да, то есть жертвовать своими хпшками, но зато какую-то стрельбу улучшает, но опять же, стрельба в World Defense, вы прекрасно это знаете, то есть давайте поставим просто, чтобы показать вам, опять же, не модернизация на скорость, все на то, чтобы стрелять и все на то, чтобы жить, да, дальше, переходим по броне. Так вот, переходим мы с вами по броне данного танка, короче, грубо говоря, танк довольно-таки интересный в броне, то есть можно кататься и под углами, если это правильно делать, можно кататься и лбом, можно лево-право делать, как это обычно делают статисты, да, то есть они катаются лево-право, у тебя броня меняется здесь, сам щучий нос, во-первых, меняется в броне, то есть у тебя номинальная 150, да, то есть сверху 150, снизу 150, но при этом у тебя увеличивается угол наклона данной брони, поэтому очень важно на этом танке не просто ехать прямо, да, то есть вы просто едете, у вас вот броня 233 и все, да, вернули в одну сторону, да, 240 уже, 250, другую, так вот катаетесь, для того, чтобы вам было сложнее у вас попасть, и будут попадаться частенько в гусеницы там, возможно, а возможно и нет, все зависит от того, кто против вас, кто играет, что мы здесь с вами наблюдаем дальше, то есть 310 броня у нас, 320 броня у нас, стыковой, то есть стык лучше 330, 340, да, то есть лучше не стрелять в стык вообще, даже если вы стреляете в НЛДху и стык попадает ближе к стыку, да, то есть даже отсюда, то вы все равно хер пробьете, даже снизу, вот, это надо понимать, это везде есть, вот, НЛДху, 223, 230, да, миллиметров, то есть она супер слабая, будут закидывать по-любому, блин, любая десятка абсолютно, вот, по поводу углов данного танка, что мы с вами наблюдаем, то есть можно выходить, пытаться от борта, вот, но вы должны понимать, что если вы будете сильно доворачивать, то вас будут пробивать, то есть вот у вас стоит, от, например, от угла семерочка, вы вот так вот сделали, 280, да, 300, то есть лучше, конечно, вот сюда куда-то закидывать, если у вас есть 300 миллиметров, если вы делаете еще больше, все, у вас уже полностью щечечка раскрывается, 270, 260, то есть подкалиберы какими-нибудь, да, она будет танковать, а вот кайсики по 300+, все, все, а кайсики у нас по 300 будет практически у любого десятки, любой десятки, поэтому будут закидывать, любая десятка на голоде, у вас будет закидывать в щеку, либо под довернутый щучий нос, это надо понимать. Дальше, о поводу бортика, 700 миллиметров, 600, то есть смысла стрелять вообще никакого нет, но опять же, никто туда и не стреляет, лупаша все всегда в щеку, щучий нос довернутый, либо в НЛДху, потому что НЛДху надо доворачивать очень сильно, для того, чтобы пробивать. Также можно пробивать и в каток под калибером, то есть если он сильно довернул, можно в каточек с урончиком проходит снаряд насквозь, туда броню и лупашит ее. Борта, борта идеальные, борта классные, то есть вы обратите внимание, у вас борт 290, вот здесь вот, да, фальшборта, выше 200, снизу 129, то есть между гуселькой и фальшбортом можно спокойно прокидывать, тут 130 миллиметров, даже вот под такими вот углами, если вы будете подать вот сюда каэсом каким-нибудь, вы будете пробивать выше, и вы не пробьете, ниже каэсик у вас захавает, да, снаряд, а вот если между, можно пробивать спокойненько, вот выше также 370, да, тут тоже нет смысла никакого, а вот когда вот полностью борт, ну, блин, посмотрите, 270, главное вот сюда вот не лупашьте, а лупашьте либо ниже, либо выше, либо вообще вот сюда в гуслю, если у вас под калибер и ббшки и так далее, вот, а по поводу башки, башка у нас здесь вот, если у вас какая-нибудь яга с 420 пробитием, либо какой-то еще каэс очень мощный, то можно пробивать вот сюда, надо только попасть, опять же, здесь 315 можно найти, да, 330 брони, опять же, какая-нибудь яга спокойненько пробивает, но это, опять же, все очень-очень рядом, вот здесь вот даже 250 есть место, 313, то есть очень-очень-очень редко, но можно закинуть прямо возле самой пушки, если, если у нас Челямбус поднимает вот так вот пушечку, вот так вот он поднял, вот так вот, да, то ему в маску, маску можно пробить, сейчас я вот так вот подниму ее, я могу еще, гребаный того сыра, но вообще пустится или нет, вот, короче, не суть важная, я думаю, вы поняли, да, что, отпусти, если он поднимает пушечку, да, то вы спокойненько туда в масочку закидываете с уроном, проверено, дальше, если вы играете, например, в клинче с данным танком, то можно пробивать вот сюда, здесь у нас 45 номинальной брони, а вернее 30 даже, тут вот 45 идет, здесь 30 и 65 миллиметров броньки, то есть спокойненько, если вы стоите в клинче, то вот сюда пробивается легко, тоже это все дело проверено. В командирке, в командирке нет смысла даже пытаться выцеливать, опять же, только если вы супервысокий, находитесь на высокой поверхности, еще можно вот подзакинуть, да, сюда, они очень низкие, да, попасть очень-очень сложно, поэтому никто обычно не стреляет, если вы находитесь на одной плоскости, даже если вы чуть-чуть прям выше, никто сюда не выцелит, потому что смысла нет, лучше уже сюда кидать в борт, тут по 250, он большой и спокойненько пробивается, вот, вот такой вот тунчис у нас по броне, дорогие друзья, я думаю, можно потихонечку начинать лупашить, показывать вам его в реальном времени, что он из себя представляет в 2022 году, вот, у нас игроки стали намного сильнее, и игроки стали лупашить просто нереально, поэтому сейчас мы будем это все дело проверять, показывать и рассказывать. Какие плюсы-минусы, что можно сказать по этому танку? Броня, наверное, какая-то такая более-менее рандомная, да, то есть и может что-то танковать, и может и не танковать, пушечка херня полная, да, будет очень сложно на ней лупашить, кд-шечка 10,5, а альфа 490, да, то есть для альфы 490, 10,5 секунд, при том, что эта пушка очень-очень сильно неточная, стрелять на ней очень сложно, стабилизация овно, в зависимости от того, какую вы сборку ставите, какую модернизацию, обратите на это внимание, вот, либо все-таки вы делаете упор на то, чтобы быстрее ехать, либо вы ставите упор на стрельбу, вот, это все дело зависит. Да, есть очень хорошая башня, ее практически никто не пробивает, вот, но при этом у военов нет, чтобы от нее играть, то есть вы должны это понимать, то есть какие-нибудь насыпи еще, да, можно играть, а вот на каких-нибудь редшерах мы с вами ничего не сделаем. Катя, обратите внимание, здесь есть два варианта для того, чтобы куда можно поехать, да, опять же, можно было здесь брать спокойно модернизацию, вернее, не модернизацию, а слоты с турбачом без закалочки для того, чтобы быстрее приехать налево, но у нас их всегда в команде, но вы просто посмотрите, куда ребята едут, они просто едут направо АФКшить, а лево это очень-очень важная часть на этой карте, не знаю, ребятам бы объяснять все это, но им же, конечно же, до лампочки, поэтому нету никакого в этом смысла. Короче, сначала проеду налево, попробую дать какие-то первые шоты, так как скорость подойдет, обратите внимание на скорость, то есть я просто набираю ее вперед, 41, 42, все, вот так вот мы с вами едем, 41, 42, и пошел, и пошуршал, мы здесь видим, едет у нас молодой человек, даем ему 490, у нас все с вами плохо, здесь нет никого, кроме нас, поэтому офигеть, Чифа просто лопнула за секунду. Вот, по поводу пробития данного танка, пробитие офигеть какое плохое, то есть вы имеете 303 миллиметра, но зато это подкалибер, который летит 1100, да, это хорошо, но если в совокупности сравнить по пушке, если вы будете ставить все на сборку на не стрельбу, а скорость, то вы будете, ну, хуже попадать, да, без стабилизатора, модернизация тоже будет хуже по стрельбе, при этом 10,5 секунд, альфа не самая большая для этого количество секунд, и 303 пробития, то есть для 10 уровня, ребят, 303 пробития, это просто капец как мало. Вот, я приехал, дал тычки и спокойненько отсюда свалил, 1400 челику прописали, Проджек по-любому будет умирать. Кстати говоря, если бы я ему помог, мы бы с ним убили Проджека и Ебра, но я не знал, что он будет падать, поэтому я оттуда свалил. Вот, у нас там Проджек остался, кто у нас не светился? Проджек не светился один, и 2685 один не светился. То есть в теории мы можем с этим Проджеком как-то здесь поиграть, но это не точно. Может быть и можем, а может быть и нет. Вот. Не знаю, по поводу того, что качать ли вам его первым топом и убили его. Можно качать первым топом для того, чтобы просто почувствовать рандом. Но, наверное, мало я таких людей, которые будут смотреть данное видео, у них будет первый топ, да, или вообще в целом качать или не качать на танк. Танк не самый накибучий, один из мясных в рандоме, да, то есть что-то может танковать, но при этом давать много урона он не будет. То есть это, грубо говоря, мясо, вот. Которое что-то да может. Не попал в броню, попал в колесо без урона. Челямуса, конечно, можно было сейчас подзавалить. Он будет уезжать или нет? Не захотел он сильно уезжать, ну да и фиг с ним. Буду, наверное, тоже подъезжать поближе. Вот, поэтому все-таки я вам рекомендую ставить... Да что ж такое-то сегодня. Не могу попасть и пробить танк с уроном. А, он прям падает на него. Офигеть, а почему он так решил сделать? Рекомендую ставить все-таки на стрельбу, чтобы немножко было вам комфортнее. Потому что вы все понабираете на скорость, а толку от этого будет абсолютный ноль. Понимаете? Вы будете брать на скорость, при этом жертвуя кдшечкой и скорость... Ну да, вы приедете очень быстро, например, в какую-то позицию. Сделаете что-то там. И все. А потом дальше по бою вы будете промахиваться. Вы будете постоянно попадать, будете агриться на этот танк. Без стабилизатора, если будете играть и так далее. Поэтому, ребят, я все-таки рекомендую для игроков, которые обычные, средние, ставить обычную сборку на стрельбу с закалочкой и не париться. А вот эти вот все псевдо-сборки, которые я, кстати, на чифе катал... Зайдет? Нет, не зашло. С турбачом без закалки я катал на 100% метки и сделал. Это все для псевдо-чуваков, для задротов и так далее и тому подобное. Поэтому это вам не надо. По крайней мере, на первых стадиях, пока вы просто играете. Закидываем ему шот. Пока что просто какие-то дальние дистанции у меня получаются. Вон бабахи, правда, не закинул. Вот, может быть, еще закину, если получится. Так, бой произошел, конечно, суперплохо для меня. Приехал на фланг, а тут ничего нормального и не оказалось. Полувертуха не залетела, но... Они частенько, бывает, залетают. Зато я фуловенький. И я сейчас помогу убить артиллерию. Кмотря какую он будет убивать. Даю. Альфа 490. Все как написано. Все как по учебнику. Вот. Кинул у меня 2685. Походу он стрелял на этом. На КСах и не пробил. Так, я сейчас фугасики подзаряжу. Ладно, для того, чтобы дать... 600. 590 вижу ответочку. О, тут молодой человек что-то вообще офигевший. 450, кстати, может не выйти у меня, но я уже... Не пробил. Отлично, ребята. Отлично. Не пробил. Это хорошо. Такое я обожаю. Такое я люблю. Смотрите, я не забираю бабаху. Я даю вот этому. Бабахи, надеемся, что он не будет меня сильно душить. Потому что мы имеем право по хп не забирать бабаху. Арта дает без урона. Обратите внимание. Да и фиг с ней. Без урона так без урона. Ну и у нас, соответственно, сейчас за сейвицем. По поводу заднего ромбика. Есть моменты, что задним ромбом можно танковать. Но это, опять же, надо уметь. Надо уметь выходить, потому что люди бывают танкуют задним ромбом. Потому что тут переднее расположение башни. Можно выходить с задницы. При этом у вас не будут подставляться щеки. Но это надо уметь. Это надо очень хорошо уметь вставать. Потому что если чуть вы будете передворачивать, у вас будет задница подставляться полностью. Вы должны это понимать. вам будут просто вот сюда вот напихивать самый-самый край вот если сильно будете давать такое все надо прочувствовать надо покататься и так далее видите как у меня бабочек накидал и в щечку дал и в лоб дал вот дальше что мы с вами наблюдаем по поводу данного боя давайте подведем итоги этого боя что мы с вами наблюдаем выход из боя 3 300 у нас получился урон да не самый большой опять же я поехал на фланг где я не оказалось никого поэтому дал 3 303 фрага но у вас основ такие бои будут серьезно говорю без шуток 8 из 11 в принципе едем дальше едем дальше едем дальше тестить вот по факту бой ничего не произошло то есть ничего даже рассказать показать попадаем против 9 кстати говоря против девяточек заряженных вот кстати карту то золотали поэтому спокойно можно ехать на место тяжей драться возможно там кинь нибудь вы захищу приют опять же все танки блин грубо говоря нас сильнее то есть тот же вы захищ сильнее разваливает нас разваливает супер коль разваливает разваливает что мы можем дать своей команде это какая-то броня да это хп грубо говоря все это все что вы можете дать не дпм а не пробитие скорость псевдо скорость да то есть может приезжать можно разогнаться так что блин стэшка будет ближе к стэхи ладно не стэшка но ближе к стэхи вот и можно приезжать на позиции очень очень быстро но опять же стоит ли жертвовать я этого еще раз повторяю что я считаю что не надо жертвовать скоростью ради того чтобы не попадать вот на этом танке и потом быть бою амебой какой-то и не попадать не пробивать не там вертуху и без стабилизатора тем более так далее то есть это все для чуваков которые блин умеют уже выиграть в эту игру вам такая сборка самое оптимальное но опять же три сборки на выбор чисто решать вам надо не надо вот дальше поехали занимать решили значит наш прекрасный теперь хоть можно проехать нормально но кстати почему-то многие все равно не катаются сюда хотя уже можно прокатиться 2684 мы с вами догоняем прям хорошо идем 43 42 хорошо отлично падаем сейчас прям сюда возможно приедут ребятки на тяжиках надеемся опять же коим минотавра счастлива супер конь ставят от рельефа и мы сами все выключены максимально из боя давай-ка подъедем сейчас в стандартную позицию по чекам чудо вообще есть а вот и минотаврик то есть которому вы принципе ничего сделать не можете потому что он все он три левчика все ребятки все на этом вы рассказать поиграли хоп на 500 закидываю в нлд ху супер коник у красавец малый заряжаемся и попытаемся сейчас закинуть минотаврику одна секунда отлично закинули на 440 ребята за очень много подъехала и кажется даже и побольше здесь три 456 у нас 34 до нас поменьше тут прям самую малость закидываем в каток да то есть забираем у него ремку если он это захочет по катку кстати 444 далее можно делать такие закидоны опять же у вас под калибер имеете ввиду не кс и поэтому имеете право спокойно наяривать типом в катки 4 секунды у нас супер конь здесь наглее смотрю так нормально поэтому можно пробовать ему закинуть командирку на 500 отлично то есть нашли позицию от нее потихонечку отыгрываем да то есть никуда сильно не лезем спокойненько вот без всякой лишней суеты закинул в кашечке в щечку 440 урона дал до щечку можно если пробитие прокин пробивать то есть опять же она у вас оранжевая то есть можешь не пробить а можешь и пробить поэтому имею ввиду эти два минотавра конечно это просто жесть опять же джинь да можно пробить а можно и не пробить вернее можно закинуть а можно и не закинуть вот тут поставляется прям можно в нлдх ему на 400 прописать 5 секунд при этом в к х у нас заряжена можно ей в крышу дать если закинем вернее не в крыша командирку попал в крышу и рикошет опять же у нас с вами калибр не такой высокий для того чтобы в крышу ему закидывать вот поэтому закидывает только если в командирку но мы дали два шо то уже и попали два раза в крышу поэтому не есть хорошо так дальше что у нас получается минотаврика нам с вами нет иметь но он все выходит таксичит и таксичит до вау минотаврик не закинул на 500 прям хорошо опять не попал то есть обрати внимание по сути куда закинули минотавр да то есть я под углом он не закидывает в щучий нос потому что угол позволяет пробитие на к сах позволяет и при этом спокойненько можно в ли вать все это дело так давайте наверное дадим шот я думаю вот и сразу вправо уйдем я думаю нам никто не даст на могут конечно влить потому что с центра лупашит и я соответственно наверное ребятки подвернусь назад потому что видите что у нас происходит на карте первую вторую третью линию забирают надо возвращаться и пытаться как-то все это дело дефить у нас там леопард я возможно даже встал бы вот в эту яму и от нее пытался бы 9 но при этом я могу получать от двух артиллерий так бар танчик дай ко мне тут проехать немножко я понимаю что встал в кустики весь бой стоишь афк но позиции кому-то надо отжимать в этом бою и это наверное буду я давай ка наверное сразу об тихо он тут выходит часа про посвестись и влить ему на 490 отлично он остался шотным вообще прям прекрасно падаю в низинку засветился не знаю от кого возможно уже здесь танк возможно и нет это уже мы с вами сейчас просмотрим чё куда и почему есть то что-нибудь я должен еще засветиться странно не свечусь почему-то 47 надеюсь там челики поддержат наших тяжей вот но может быть и нет кста может быть и не поддержат все спокойненько то есть у нас есть башня с вами до более-менее бронированным можем просто выходить вот так вот от рельеф чека и почекивать право-лево да но если мы захотим куда-то стрельнуть например вот project а нам нужно выходить конечно же агрессивно и поставляться соответственно свою нлд ху если мы захотим куда-то лупашить и жалко что я не попала кстати по project у опять же не знаю куда она улетела очень обидно но как есть поэтому имейте ввиду хотите датшот придется придется в размен то есть смотрите качелики закидывают под калиберами посмотрите просто чуть ниже стыка то есть вот стык идет вот он сейчас арта мне вкинет пока я тут вам показываю то есть стык находится вот тут они две тычки чуть ниже стыка чуть ниже то есть если бы чуть-чуть прям выше полетела они бы не пробили меня потому что вы изом помните сколько миллиметров там миллиард миллиметров и пробить практически нереально но они закидывают спокойненько то есть при том что у меня поставляется прям чуть-чуть и нал дашки они все равно в нее ли закидывают очень легко это что означает что танк мясо как я вам и сказал просто танк для того чтобы вы отдавали свое хп и другие ребята настреливали вот и все это его полномочия у этого бедолаги все можно испытаться не лезть никуда можно просто вау это это наш это наш наша клиентская база даем ему на 500 жалко не с поджогом честно марта конечно же будет закидывать но нам пофиг с вами да мы с вами ребята серьезные даем еще 540 арта на 200 ну арта долбит да а как вы хотели она будет везде долбить поэтому модернизация обязательно прокачка нужно на оглушение надеюсь они ему хоть немножечко дадут там и нужно просто было выйти и влить даю ему урон под доворачиваю немножко нлд ху прячу вниз то есть еще сложнее будет а нет ни хера и всем абсолютно срать сложнее либо нет даю видите к не пробивает если ты доворачиваешь борт видите 3000 по итогу танканул и дал при этом 6 но арта долбит арта лупаж что-то хорошо то есть чуть-чуть прям доворачиваешь и они лупажит себе фальшборта а там по 390 и так далее то есть им очень сложно это сделать а выцеливать они не но не буду потому что они просто летят тебя добивать поэтому немножечко угол ставишь даже потому что я щучий нос вниз опустился одно стандарт пробил то есть настолько нлд ха фиговая вот и очень легко пробивается дальше подводим итоги по этому бою 6 200 урона танканул 3 300 кстати вот так вот если сравнить просто к статистике коэффициент так использование 1200 средний заблокированный урон у вас на семерке будет то есть два три шота вы стабильно за бой танкуйте что у нас получается с вами дорогие друзья два боя мы сыграли 4750 средний урон вот заблокированный средний забой 1600 примерно до 1200 1500 в этом районе будет 34 шота по 400 урона вы будете танковать стабильно если будете грамотно поставлять углы грамотно ездить на этом танке урон чик вы видите сами на ваших рано все в реальном времени да то есть ничего не перезаписывал это вот все просто зашел в реальном времени показал что он из себя представляет не искал какие-то мега крутые бои просто вот что вы увидели как она есть на самом деле на этом у меня дорогие друзья все подписывайтесь на канал проживайте лойсы мотивируйте комментариями лайками будем с вами еще лупашить и какие-то то часы еще проверять и смотреть пишите комментариях обязательно какие бы вы хотели увидеть в следующем вот а так если вот прямо сказать точное свое мнение наверное по поводу этого танка если вам вы уже покачали всякие топы такие хорошие как найти там в эзеха 55 там там кран ваган да то есть вы все это уже прокачали прокачали вам делать принципе ничего то для разнообразия пойдет ну и вы должны поймать вы будете мясо в бою вот это надо четко понимать на этом все теперь точно всем пока увидимся на стримах не забывайте лойс ебтель пока пока